Библейский портал экзегет.ру представляет Мы читаем послание к евреям. Сейчас вторая глава, мы делаем это для библейского портала экзегет. Я читаю свой собственный перевод с небольшими комментариями. А первая глава, такое введение в это послание, которое говорит очень важную вещь. Ангелы вторичны по отношению к Христу. И более того, ангелы служебные духи, которые призваны помогать тем, кому надлежит унаследовать спасение, как выражается автор. И это, конечно, верующие во Христа. И во второй главе он развивает эту тему. Мы говорили в прошлый раз, почему это так важно. Потому что в иудаизме того времени было широко распространено почитание ангелов. И легко было принять Иисуса за еще одного какого-то высшего духа, который что-то хорошее говорит и делает, но, в общем, абсолютно не уникален. Таких много. И он говорит, автор послания, что Иисус – Сын Божий, который соучаствует в сотворении мира, который унаследует новый мир, а вовсе не ангел. Ангелов много, и они играют совершенно другую роль. Итак, вторая глава. «Потому нам следует еще крепче держаться того, что мы услышали, чтобы нас не унесло в сторону». Ну, естественно, и в ангельской вести. Слово, которое возвестили ангелы, что имеется в виду? Ветхозаветный закон. Моисеев закон был дан, как верили при посредничестве ангелов. Но Бог же не руками своими, тем более, что его рука говорить невозможно, передает Моисеев эти скрижали, но ангелы ему приносят. Итак, слово, которое возвестили ангелы, закон Моисеев, было столь крепким, что всякое его нарушение или непослушание вело к справедливому воздаянию. Как же избежать его нам, если пренебрежительно отнесемся, гораздо более важному, к спасению? Вот Павел все время говорил о законе, что закон обличает грех, что он устанавливает границы, что он назначает наказание, но не спасает. Здесь мысль та же самая другими словами. Что закон, он мощен, он силен за его нарушение смерть, но спасение не от него, спасение – это что-то другое. Оно, изначально проповеданное Господом, было подтверждено для нас теми, кто его услышал, а Бог засвидетельствовал их правоту знамениями и чудесами, разнообразно проявляя свои силы и наделяя людей Духом Святым по своей воле. Легко сказать спасение. Ну и много есть разных религий, которые утверждают спасение там в чем-то, да, в Аскезе, например, йоге, которые достигают выдающихся высот Аскезы. Так вот, здесь говорится, оно изначально проповеданное Господом, подтверждено теми, кто его услышал, а Бог засвидетельствовал их правоту явлениями Духа. То есть, просто слова ничего не значат. Но когда люди подтверждают своей жизнью, когда в этой жизни происходит нечто сверхъестественное, не обязательно в виде неких чудес, которые, как у фокусников, могут впечатлять, но не всегда являются истинными доказательствами чьей-то правоты, но именно жизнь Духа. На самом деле, много доводится слышать о том, что говорить о христианстве, как я сейчас делаю, совсем нетрудно. И многие это делают, но когда в жизни другого человека видишь некий свет, что вот в нем действительно действует нечто превосходящее, наши земные расклады, наши человеческие способности, тогда вот то, что этот человек рассказывает о самом важном и ценном для себя, оно начинает звучать убедительно. И вот это действие Духа, оно и доказывает, что это действительно так. Вот что такое спасение с точки зрения послания к евреям, да в общем и христианской точки зрения в целом. Оно проповедано Господом, то есть это откровение свыше, но оно проявляется прежде всего в жизни людей и в деятельности Святого Духа среди этих людей. Не формальное определение, гораздо лучше было бы иметь какую-то корочку удостоверения, пытались периодически богословы такие корочки выписывать, начиная там с индульгенции, может быть даже и не с них, но это не так работает. К сожалению, все гораздо менее формально. Или к счастью. А как-то он неконкретно вводит цитату. Кем-то было дано однажды свидетельство, кем, когда, пожалуйста, точную ссылку и датировку. Это цитата из восьмого псалма, конечно. Можно было сказать царь Давид, но автор послания к евреям, помните, в прошлый раз мы говорили, что мы даже толком не знаем, кто записывал этот текст идеи Павлова, а слова явно не его. Так вот и здесь он не говорит царь Давид, ведь не в том дело, чтобы это было писание какого-то авторитетного человека. Тем более, что тогда не было нотариусов, чтобы засвидетельствовать подлинность подписи. А дело в том, что это свидетельство совпадает с внутренней правотой, совпадает с тем, что мы видим вокруг себя, с тем, что мы видим в жизни церкви. И вот человека Бог умолил предангелами совсем немного, и все поверг его стопам. И в прошлой главе мы читали, что, собственно, и ангелы помогают ему в этом возвеличивании, в том, чтобы унаследовать спасение. Так что, да, оказывается, человек даже в сравнении с ангелами выглядит совсем не слабым и не маленьким. Обычно любая такая проповедь начинается с того, что вы ничтожество, да? Как раз в Новом Завете мы находим нечто противоположное. Вы цари. Ну, так ведите себя достойно своего царского звания. Да, все поверг пред Ним и ничего не оставил вне Его власти. Его здесь человек, но, конечно же, и прежде всего Сын Человеческий, то есть Христос. Но Христос ведь и человек одновременно. Вот то, в чем христианство очень сильно отличается от любой другой религии. То, что, хотя религии христианство я бы не назвал, ну, ладно, сейчас не об этом. То, что Бог становится человеком, не приобретает его форму и образ. Этого сколько угодно. Там Одиссей встречает богиню Афину, которая принимает самые разнообразные облики. Но, что Бог становится человеком, он проживает эту человеческую жизнь. И вот тем самым возвеличивает человека еще больше, тем самым спасает его, тем самым ставит его наравне с собой. Точнее, сам становится наравне с ним. Впрочем, мы еще не видим, чтобы все ему подчинилось. Ну, да, поглядим, что творится вокруг. И 2000 лет назад было ничуть не лучше. Что-то вот нет такого, чтобы человек был венцом творения и правителем мира. А там, где человек начинает действительно править, там обычно возникает какой-нибудь мерзкий тоталитарный режим. И, в общем, явно не то, что здесь имеется в виду. Впрочем, мы еще не видим, чтобы все ему подчинилось. И что Бог немного умолил его перед ангелами, чтобы по благодати Божьей вкусить ему смерть за всех людей. Как мы видим, он, пройдя через страдания и смерть, был увенчан славой и честью. Но Христос первый на этом пути. Христос, пройдя через страдания и смерть, обретает славу, становится царем. И это значит, что все это человечество. Каждый из нас, кто следует за ним, должен пройти через то же самое. Он, по сути дела, проходя через этот мир, выходит в какой-то новый. И этот мир тоже преображает. И мы просто находимся вот внутри этого мира, где смерть и страдания абсолютно неизбежны, но не бессмысленны. Тот, для кого весь мир и от кого весь мир, то есть Христос, приобщил к своей славе множество своих сыновей. И для этого было ему нужно через страдания посвятить Христа как зачинателя их спасения. Ну, здесь сыновья скорее о Боге Отце, да, может быть так лучше это понять. Но здесь очень важная и сложная формулировка. Ему было нужно через страдания посвятить Христа как зачинателя их спасения. А можно перевести немножко иначе. Совершить их спасение в страданиях Христа как зачинателя. Вот этот образ зачинателя, того, кто идет впереди. Первопроходца, провожатого, того, кто ведет за собой всех остальных Вот он очень важен для послания к евреям То есть это не для одного Христа, это для всех людей Просто Христос проходит первым Его смерть и воскресение – это начало спасения всех остальных Он, кто делает нас святыми, и мы, кто святыми становятся, все мы от единого И потому он не стыдится называть нас братьями Говоря, возвещу имя твое, братьям моим посреди собрания воспою тебя То есть верующие христиане становятся детьми божьими, а значит братьями Христу Он старший брат, который первым проходит по этому пути, но этот путь для каждого Вот еще одно возвеличивание человека, тех, кому обращается послание И здесь даже дело не в том, что ангелы – помощники, а дело в том, что Христос уже брат И еще, и впредь буду уповать на него, и еще, вот я и дети, которых мне дал Бог Это цитаты из книги Исаии Соответственно, дети или братья – вот образ теснейшего родства Образ такого непосредственного семейного быта Для нас это может казаться привычным Отче наш, знать как отче наш, то есть знать прекрасно, что Бога можно называть отцом А ведь когда-то это звучало таким скандальным откровением, как-то к Богу обращаться, как к папочке родному Как это Христа называть старшим братом Ну и дальше объяснение, почему, собственно говоря, именно в смерти Христа все это происходит А поскольку эти дети, ну то есть мы с вами, обладают кровью и плотью То и Он принял их, кровь и плоть, чтобы своей смертью лишить силы того, кто правит смертью, то есть дьявол И освободить тех, кого всю жизнь Он держал в рабстве страх смерти Ну, сложная фраза, да, которую может быть сразу не очень понятна Но давайте еще раз Поскольку они обладают плотью и кровью, Он принял эту телесность, чтобы лишить тех, кого держат в страхе смерти Телесность – это неизбежная смертность И принимая на себя эту телесность, проходя через эту смерть Христос освобождает от страха, освобождает от бессмысленности, не освобождает от необходимости умирать К сожалению, хотелось бы, но освобождает от бессмысленности смерти, от того, что смерть становится просто разрушением и более ничем И, собственно, единственный способ это сделать – пройти сквозь это Для того, чтобы провести человека, нужно пройти вместе с ним Для того, чтобы провести человечество через смерть, нужно пройти через смерть ему самому, пройти первому Вот, собственно, что здесь и сказано Нет, не ангелам помогает он, но потомству Авраама Да, то есть ангелы здесь уже даже не со Христом сравниваются, а с людьми Что даже люди по отношению к ангелам в более высоком положении находятся Потомство Авраама Естественно, верующие, но евреи себя считали потомками Авраама физическими И, следуя Библии, это действительно так Но Авраам – отец всех верующих, то есть тот, кто, собственно говоря, стал прародителем веры в единого Бога И поэтому его потомство – это и те, кто не происходит от него физически Так что ему, Христу, надлежало во всем уподобиться братьям, чтобы стать милостивым и верным первосвященником Приносящим Богу жертву для умилостивления за грехи всего народа Он был испытан в страданиях, а значит, может помочь тем, кто проходит через испытания А здесь появляется еще одна очень важная тема этого послания – Христос как первосвященник Об этом он будет говорить подробнее дальше Но завершая вторую главу, вот эта важная фраза Он был испытан в страданиях, а значит, может помочь тем, кто проходит через испытания Когда человек молится Богу, он понимает ведь, что Бог бесконечно выше И что Богу трудно себе представить, каково это быть человеком Любой человек, кроме христианина Потому что для христианина Богу не просто легко себе это представить А у Бога есть этот опыт И именно поэтому мы можем сказать абсолютно все Именно поэтому помочь может нам Бог Ну, казалось бы, любой человек, который верит в Бога Да каким бы то он не представлял себе Бога Но верит, что Бог может все, да? Но может ли он понять, что такое быть человеком? Для христианина это абсолютно не вопрос Этот опыт у Бога есть Именно потому, что он у него есть Именно потому, что он снизшел до человечества Он может и поднять это человечество Он понимает, каково ему Ну, а в третьей главе будет продолжение темы О превосходстве Христа Субтитры создавал DimaTorzok